На этого место встречи. Итак, придется ли России все-таки пойти по пути Ирана? Алексей Николаевич? Ну, это скорее Ирану придется пойти по пути России, потому что Иран, надо сказать, страна довольно отсталая. И промышленная модернизация там началась вот в конце 20 века. В России там практически на 100 лет раньше. Поэтому Россия здесь впереди, и Ирану придется совершать два процесса одновременно. И борьба с санкциями, и модернизация промышленности. Мы, к счастью, процесс модернизации промышленности уже завершили. Так, Борис Борисович? Ну, мы, к сожалению, уже начали идти вот в эту сторону. Уже вот мне сказали, что самолеты разбирают не только в Иране у нас уже, чтобы летали новые, разбирают старые там и так далее. Но я надеюсь, что мы не дойдем... Министр транспорта сказал, чтобы вы не волновались. Все хорошо у нас с самолетами. Да-да-да, не то слово, да. Значит, я надеюсь все-таки, что мы не дойдем до истории запрет под даже алкоголь в магазинах, потому что тот человек, который в России вот это ведет, долго у власти не усидит точно. Так, Георгий Павлович? Я надеюсь, что мы по пути Ирана не пойдем. Нам не нужны такие жесткие ограничительные меры в обществе, да и люди это не поймут. Но опыт Ирана в нашем импортозамещении, в нашем способе выживать и процветать во время санкций обязательно учитываем. Там есть, благо, что учитывать. Елена Владимировна? Еще более 8 лет назад я написала статью, в которой сказала, что введенная в 2014 году против России санкции, это очень долгая, длительная история с тенденцией к ужесточению. В том числе я написала это, опираясь на опыт Ирана и некоторых других стран. Мы уже давно идем по этому пути. Я в Иране был... Про предчувствие, про предсказание. В Иране был один раз, это был 2011 год, открытие долго строившегося реактора Бушерской АЭС. Впечатления были странноваты. Сюда не ходи, там не стой, сюда не смотри, телефоны сдай на входе. И вообще смотрели на нас, если не с высокомерием, будем честными. То есть ты не поддерживаешь? Мне бы не хотелось, чтобы мы в эту сторону двигались. Ну, я там не был, поэтому таких воспоминаний у меня нет. Но вот про предчувствие, видите, как-то через всю программу сегодня прошло. Я использую ваше имя, ладно, Борис Борисович? Хорошо анекдот в этот ложится. Борь, ты что такой нервный в последнее время? У меня дурные предчувствия. А что такое? Ты понимаешь, моя бывшая жена только что развелась со своим третьим мужем и опять вышла замуж за первого. Ну, а я ее второй муж, поэтому у меня дурные предчувствия. Это было место встречи, которое изменить нельзя. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будний, эфир НТВ.